Лето – самое подходящее время для активного отдыха, в том числе и на воде. Однако без соблюдения всех необходимых мер предосторожности, приятное время при провождении у водоёмов может обернуться трагедией. 2 июня в детском лагере «Контакт» государственными инспекторами ГИМС МЧС России было организовано занятие по правилам безопасного поведения на воде и у воды. Мы сегодня проводим лекцию с ребятами в лагере. Мы расскажем им про безопасное поведение у воды, напомним им правила простые, как себя вести, как вести себя с солнцем, с погодой, с природой, как беречь природу. Покажем им правила оказания первой медицинской помощи, искусственное дыхание. Ребята покажут. И попробуем на каждый померить жилет спасательный. Покидаем верёвку, круг. Ну и проведём лекционный и теоретический материал. Ребята активно принимали участие в беседе с сотрудниками МЧС. Дети рассказывали о том, как они соблюдают правила безопасного купания. И задавали вопросы. Как вести себя, если видишь тонущего человека? Что делать, если ты перевернулся на лодке? И как вести себя, если оказался в воде с сильным течением? Узнал, как надо пользоваться жилетом, как вести себя в экстренных случаях, как правильно застёгивать жилет. Обязательно в жилете должен быть спасательный свисток и отражающиеся светодиоды. Ну, нужно сначала застегнуть молнию. Ну, вот в этом кармане находится свисток, чтобы тебя заметили. А тут освещивающие фонарики. Ну, надо сначала смотреть температуру воды, которая поддерживается в водоеме. Смотреть, нет ли там водорослей каких-нибудь или каких-нибудь животных, потому что они могут оставить заразу какую-нибудь. По традиции всем ребятам были розданы памятки с правилами поведения на воде и номерами телефонов службы спасения. Выход к реке только за территорией лагеря, но у нас так или иначе есть бассейн. И, к сожалению, несчастный случай возможен и там, если что. То есть эти навыки так или иначе пригодятся. Именно с этой организацией мы сотрудничаем впервые, но МЧС приезжает к нам с иными мерами и, соответственно, с иными мероприятиями. К примеру, это будут обязательно в течение смены, даже два раза за каждую смену. Планы эвакуации детей, действия при угрозе терроризма и так далее. На занятии сотрудники МЧС наглядно показали, как правильно пользоваться спасательными средствами. И у ребят была возможность потренироваться самим. Раскачать. А вдруг не вам пройдет? Сбоку него обязательно, сбоку него. Не попасть ему ни по голове, ни по лицу ничего. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Видное ТВ.